Всем привет! Меня зовут Сергей, мы с вами продолжаем изучать редкое оружие в Кроссауте. Сегодня посмотрим контактное оружие, пилы. Но сначала, пользуясь случаем, я хочу ответить на вопрос, который так часто задают в комментариях. Люди типа спрашивают, почему, почему это оружие называется редким? И пишут при этом еще очень глупые сопутствующие вещи. Отвечу сразу всем, кто тоже смотрит этот видос. Это оружие синее. Оно редкое не потому, что его днем с огнем не сыщешь, а просто потому, что оно имеет такую градацию на станках. Станок механиков, допустим, создает редкие новые детали. Синие. Золотой, реликтовый. Соответственно, эпичные какие-нибудь, они у нас делаются, точнее фиолетовые, делают эпического качества. Ну и тогда, когда мы, так как мы с этим разобрались, мы продолжаем изучать непосредственно оружие. Да, пилы здесь стоят кривовато, но так надо, так надо по фэншую. Если сравнивать эти пилы и, допустим, шнеки, вот сам себя пилю вообще просто запросто. Если сравнивать пилы и, допустим, шнеки, у многих просто возникает вопрос, что лучше пилы или шнеки. Каждый хорош по-своему, шнеки тяжелые. 162 единицы структуры, у пилы 145 единиц структуры, но при этом масса у пилы 108, у шнека 216. Шнеки чуть-чуть покрепче, совсем немного, но покрепче. Энергия та же самая, тяжелее они в два раза, но они занимают намного меньше места. Смотри, вот, допустим, для наглядности сейчас делаем так. Берем, допустим, вот эти четыре квадрата, вот этот вот, раз, два, три, четыре. Если попытаться поставить сюда пилу, то ты пилу сюда уже не поставишь. Просто потому, что ее лезвие занимает уже место, ему требуется простор, и все, она сюда не влезет. Однако шнек, уйди, однако шнек сюда влезает. Шнек более... Он чуть подлиннее получается, пилит кругалем сразу, когда пила своим лезвием получается либо в вертикальной, либо в горизонтальной плоскости выпиливает. Так, верни. Это сюда, то есть либо так, либо так она выпиливает, то шнек пилит кругалем. И использовать и пилы, и шнеки смысла особо нету по одной простой причине. Если поставить ее, смотри. И посмотреть сбоку. Шнек чуть-чуть длиннее. Чуть-чуть, но длиннее. Это значит, если, допустим, по бокам поставить два шнека, то и между этими шнеками будет целый ряд пил. Эти пилы, они особо не будут участвовать в процессе, потому что, так сказать, на передовой будут торчать шнеки. Они просто не позволят твоим пилам дотянуться до вражеского крафта. Самое, наверное, малоприятное при игре на таком типе оружия, это знаешь чего? Вот когда ты катаешься со всякими там пушками, пулеметами и так далее, с любым стреляющим оружием, то в большинстве случаев, когда ты видишь вражеский генератор, либо бочку, это просто великолепно. Ты его взрываешь, и очень часто вместе с этим добром отваливается весь крафт врага. Смотри, если сделать... Давай, чтобы наглядно было, я, наверное, сделаю вот так. Вот такая вот замечательная конструкция получилась на заднице у моей машины. Это просто, опять же, для наглядности. Используя всякое дистанционное оружие, мы можем все это взрывать на дистанции. Пилами, естественно, нам придется это пилить вблизи. И если мы начнем пилить это вблизи, то вполне ожидаемо произойдет следующее. Просто раз, и весь нос к хренам разворотило. Это значит, что еще один такой взрыв, и мы лишимся всего оружия. То есть, если пилить вражеский крафт, то пилить его лучше непосредственно в кабину, обходя все такие взрывные места. Все, я восстановил задник своей машины. И, я думаю, хватит теории, поехали в бой. Сейчас пилы чуть-чуть переставлю. Вот что я забыл рассказать на автомате. Это немножко про машину, где чего, как установлено. Но она очень простая. Ладно, после этого боя выйду в ангар и расскажу. Про игру с пилами, опять же, тут нужно обладать запасом терпения. Если ты полезешь лоб в лоб к врагу, то нормальные враги, которые уже чего-то понимают в кроссауте, очень быстро тебе все эти пилы, все это вооружение с носа поотбивают. Давай попробуем по мосту проскочить. Посмотрим, чем это закончится. Вполне возможно, что чем-нибудь хорошим. Ну да, конечно, я уже потратил время на инвиз, и мне это... Ай! Хорошо, ждем. Нет, мне не хватит терпения подождать удачной позиции. Да... Твою налево, а! Дайте проехать. Я просто поеду вперед, и все, и будет, что будет. Попробуем добраться до тех горных объехов этого пушкаря. Тихо, не стреляй, не стреляй, не надо, не надо. Не надо, мужик, так делать. Ай! Меня там нету, нету меня там. Отлично! Я ушел от погони. Давай теперь мы к ним вернемся и попробуем напасть как-нибудь неожиданно. Зараза, спалил. Тыц, тыц, тыц. Да, мужик, ты попал. А вот теперь я попал, кстати. Уходим, уходим, уходим. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Эх, долго, долго, долго это милишное оружие убивает врага. Долго. Во всяком случае, синее. Ай-яй-яй-яй-яй. Ухожу, ухожу, ухожу. Спокойно, меня здесь нету. 598 очков за этот фраг по машине. Все, что у меня здесь, по сути, есть, это 5 пил. Как и так все уже заметили. Синий двигатель и инвиз, который отчасти спрятан в раму. Давай, так, давай-ка я его сохраню для начала. В общем, называется машина так. 5 соу. Если кому надо, забирайте. Отправлю ее на выставку. Да, хорошо. Пару дней она там провисит. Так вот, вот он, хамелеон, спрятан частично в раму на 1 пин, получается. Чтобы и за землю не цеплялся, и особо вверху не торчал. Это удобно тогда, когда расстреливают тебе весь задник, убегаешь от кого-нибудь. Расстреливают задник, не всегда вышивают хамелеон. Если хамелеон висит чуть выше, а тебе целят в кабину, очень часто сначала его сбивают, а потом уже кабину. Когда он висит чуть ниже, даже на 1 пин он уже зачастую живет намного дольше. Вот я не могу, просто не могу реально играть, нормально, адекватно играть на таком типе оружия. Видишь, я бы вылез прямо сейчас и начал стрелять. Этим же, наверное, обусловлена и моя крайняя нелюбовь к рапирам и ко всем. Вот с копьями я обожаю играть, как ни странно. А вот ты с пилами, с рапирами, со шнеками, вот весь такой... В большинстве случаев стоящий геймплей, когда надо выжидать момента, это нет. Это я просто-напросто не умею. Вон враги там сзади обошли нас всей толпой. Мне по-хорошему на толпу лезть нельзя. О чем я уже говорил, крафт, хлипкие пилы отваливаются быстро. Надо выцеливать врага по одному, по два. Ага. Макдейм какой-то, нихрена себе, это что у тебя такое, Макдейм? Задский аппарат. Жесть ты какая. Можно я тебя чуть-чуть распилю? Эх, неудобненько. Знаешь, что по-хорошему надо делать на крафте, который у тебя заточен на пилы, на миле? Надо идти на форум, сравнивать в этой таблице. Таблица там про колеса есть, ссылка в комментариях к предыдущему видео. Про сцепление колес, вообще вся инфа про колеса. Ну давай, давай, убивай его уже. Он шустрый, мне его убивать неудобно. И по-хорошему тебя ждет, скажем так, успех в распиливании врага только тогда, когда сцепление твоих колес выше сцепления колес ражеских. Эй, Дельта, я здесь. Иди меня убивай, не надо на захват. Сволочи, он поехал на захват. Только тогда, когда сцепление твоих колес выше сцепления вражеских колес, ты не будешь, получается, отставать от своего врага. Так, этот допилен. Да затормозишь ты. Эх, ушел. Давай, 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 пилим, 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 пилим. Нам вообще главное продержаться, я напрасно сейчас лезу в лоб, в лоб, 10 секунд продержаться, и мы победили. Ну давай, 7, 6, ай, 5, 4, 3, живи, машина, машина, живи! 2, 1, 0, ну, есть, мы победили. Жестко, 925 очков, хотя толком ничего я не сделал. И при этом сижу на первом месте. Окей. Попробуем проехать сразу к врагам. Не будем здесь особо засиживаться. Максимально срежем. Так, давай, ииии, раз. Хорошо, пролетели. Хотя раздразнить их надо, чтобы они быстрее рванули на захват, поэтому я постою. Пускай база пока маленько поистерит. Он уже раз едет, два едет, хорошо. Здравствуйте. Вот это нормально вообще. Он меня сейчас колесом засыпил и поволок. Зараза. Еще и выстрелить успел. Ай. Да, это я въехал, это я напрасно так въехал. Сейчас меня просто-напросто убьют. Все, что я успею сделать, это убить вот этого чувака. И, возможно, даже... Серьезно, я успею отсюда свалить? Окей. Они меня потеряли, по ходу дела, но потеряли и ладно. Всего 552 очка, это, конечно, ни о чем. Вот это было быстренько. Ну, кстати, смотри, человек взорвался, и мне сразу одну пилу к чертям оторвало. Давай-ка я позахватываю, пускай немного врагов на меня оттянется, потом я отсюда уеду. Хотя бы на единичку взять. И еще один выпилен. Буквально. Еще косарь. Неплохо. Пилы это очень фановое и необычное оружие. В принципе, еще когда на ЗБТ катали, я нередко, не то чтобы прям нередко, но бывало такое, что я собирал милишный крафт для того, чтобы просто отдохнуть от своего основного оружия, от всяких стрелялок. Но как основная, скажем так, пушка, она нет, нифига не подойдет. Для фана запросто. Эй, мужик, зараза, спалил меня. Правильно, потому что подкрадываться к врагу надо в инвизе. А не просто надеяться, что враг не посмотрит назад. Здорово, мужик, как твои дела? Нормально. Тыц-тыц-тыц-тыц-ты. Давай. Ой, я его за бочку укусил. Хорошо, что хоть мурду меня не разворотило. Я ухожу, ухожу, не злесь. Комбат КГБ. Как бы комбат. Так. Давай-ка мы его обманем, наверное, сейчас. Где он? Вон он. Хорошо. Правда, у меня там базу захватывают. Ну, чего уж тут поделаешь. Эх, да, чувак. Обманул я тебя. Комбат КГБ умер. А базу у меня, тем временем, почти захватили. Осталось три врага. Итак, сливчик. И за этот сливчик я получил 942 очка. Что один фраг 900, что другой фраг. Что два фрага, точнее 900. На синем оружии, ребята, лучше примерно вот в такой АМ ходить. Тогда да, тогда в принципе нормально. Если вы понапихаете свою машину там всяких фиолетовых модулей, там, движков и так далее. И припрётесь с синими пилами, допустим, либо синими шнеками на веса в 5-6 тысяч ОМ. А то вас там, наверное, просто пополам сломают и всё. И не спросят, как звали. Для высоко АМ-ных боёв это вот вам, пожалуйста, дружба и комбайн. А если ещё и совмещать их с дробовиками, с молотобоями, с громами и так далее, то это будет вообще прекрасно. Единственное, что помните, что как только вы начинаете устанавливать всякие дробовики в дополнение к своему миличному оружию, то этого сразу возникает необходимость. В различных охладителях, в различных радиаторах. Ну, лучше, конечно, охладители, чем радиаторы. Давай один раз прокатимся ещё с миличным оружием и с одним дробовиком. Посмотреть, как оно будет действовать, так сказать, в связке. И вот меня сразу закинуло на какой-то сатанинский АМ. Ну, не то чтобы прям сатанинский, но, ребята, на косарик тяжелее. Хотя нет, не на косарик. У меня же тоже стало 3 300. Две пилы я снял. Чтоб прям совсем жёстко не было. Будем считать, что это... Ох, ни хрена себе, у него там бочек. Вот, хорошо. Если бы я сейчас укусил его за эти бочки, мне бы точно всю голову нахрен оторвало. Не то чтобы лесу разворотило. Да, без охладителей. Воу-воу-воу-воу! Хорошо, я выжил без охладителей. И дробовик не так, чтобы эффективен. Дробовики мы отдельно посмотрим. Мы посмотрим отдельным видосиком. Быструю какую-нибудь сборку. Эх, зря я сейчас инвиз прожал, но уже поздно. Назад инвиз, так сказать, не разведить. Пацаны, у вас тут что, очередь, что ли? А куда очередь? За колбасой? Так, всё-всё-всё, я ухожу. Я понял свою ошибку, спасибо большое, что не даёшь мне проехать. Ещё одного забрал дробовичков. Мне уже инвиз отстрелили, а это значит, что я сейчас влетаю в эту толпу и, скорее всего, вау, дрон. И, скорее всего, умираю, а может быть и нет. Давай просто попилим этого чувака, пока он занят кем-то другим. Прекрасно, он умер, но добил его не я. Добила его чья-то турель. А Санёк 990. Где-то, видимо, занят очень важными делами. Ему наплевать на то, что здесь идёт война. Ну и правильно, в принципе, с учётом того, сколько нас осталось. А Санёк всего один. Лейхард настоящий, спрашивает Гофа 2. Да вроде как настоящий с утра был. 1388, ещё раз, очков. Прекрасно. Такое вот, ребята, это миличное оружие. Оно фановое, но при этом оно и требует определённой сноровки. То есть вам надо постоянно контролировать... Вот, видишь, я пилу очень низко поставил, и теперь начинаю задевать закочки. Нельзя пилу ставить так низко, либо нужно оставить её горизонтально, а не вертикально. Самую нижнюю не так, как она у меня сейчас стоит. Надо контролировать себя, надо контролировать врага очень сильно. Надо насчёт колёс, опять же, не забудьте, если будете собирать себе отдельную миличную сборку, то обязательно загляните в ту табличку. Я постараюсь добавить... Постараюсь не забыть добавить ссылку на эту таблицу, наверное, под видео. В описании посмотрите. Там и сцепление колёс есть, там цифровые параметры всех оружий, там есть всё. То есть вам нужны колёса обязательно с высоким сцеплением. Инвиз, если полезете лоб в лоб, мы сейчас уже видели, чем всё это заканчивается. Ничем хорошим, собственно. И быстрая кабина. В идеале, конечно, рык, потому что скорость двигателя, максимальная скорость, сами видите, какие здесь параметры. Другой такой кабины нет. На таких АЭМах, где 4-5 тысяч, например, веса, можно сделать, знаешь чем? Со шнеками, чуть ли не в три ряда, наверное, на базе медведя, либо ярости. Такую упитанную машину и с мощным фиолетовым двигателем, чтоб ты мог брать врага себе на борт и таскать его. Но это мы посмотрим. Я попробую поэкспериментировать с такой сборкой. Если удачно что-то будет получаться, то тогда я обязательно запилю видос и по высоко АЭМному милишному крафту. Ну а с пилами, ребята, мы разобрались. Всем спасибо за просмотр. До новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok